Каждая хозяйка мечтает об идеальном порядке на кухне, а как его достичь? Сегодня мы идем смотреть кухню с потрясающей организацией, где все на местах, где куча идей для хранения. Я уверена, что будет очень интересно. Пошли. Оль, привет. Привет, Оль. Спасибо большое, что пригласила меня к себе. Интересная у тебя кухня. Я уже забегая вперед, знаю, что будет в шкафчиках. Мне не терпится, конечно же, заглянуть, но я должна у тебя спросить о высоте потолков и площади помещения. Площадь помещения здесь 57 квадратных метров с учетом двух лоджий. Одна присоединенная, другая просто утепленная. Чуть позже зрители увидят. И высота потолков здесь стандартная 2,80. Сегодня мы смотрим кухню. Во сколько обошелся ремонт и что тут было исходного? Ну, давай сначала я скажу зрителям, что квартиру мы покупали на вторичном рынке, и здесь уже был сделан какой-то ремонт. Конкретно здесь была эта кухня. Конечно, мы здесь что-то сделали, такой небольшой апгрейд, поменяли, допустим, свет. Здесь раньше были вот такие вот светильники, которые совершенно неправильно освещали. Даже вот здесь небольшие остались заглушечки. Просто сюда прикрепили обычную светодиодную ленту. Далее мы здесь покупали духовой шкаф и СВЧ. Холодильник мы приобрели. Все остальное, все, что касается фартука, столешницы, ну и самой кухни, здесь она уже была. Как тебе удалось организовать хранение под плитой? Обычно же там место, которое занимать нельзя. Да вот просто Оле взял дом и все сделать. Я организовала в первую очередь так, как мне удобно работать. Здесь я решила организовать все, что мне нужно для уборки. Вот в таких вот лотках. Эти лотки я покупала в Леруа Мерлин, очень бюджетные. Цена одного лотка стоит до 100 рублей. Это конструктор, тут все вот прикрепляется. В общем, собираешь так, как тебе удобно. А вот лекарства под плитой не нагреваются? Ты знаешь, Оль, тут всякие различные витамины используются. И они используются довольно часто. И убирать их куда-то подальше просто нет смысла, потому что они бы тогда всегда валялись вот здесь на столешнице. Ну, я не могу сказать, что у меня здесь каждый день, знаешь, вот бурлит, кипит. Я тут не повар. Я готовлю раз в два дня. Вот, поэтому в целом все нормально. Так, следующий ящик. Кстати, отдельно хочу сказать про ящики. Это просто идеальное решение. В выдвижной ящик удобно разместить все, что угодно. И кастрюльки, и чашки, и какие-то контейнеры. И также организовать вертикальное хранение сыпучих. Поэтому если вы на стадии планирования, какую же кухню вам сделать, выдвижные ящики обязательно запланируйте. Ну, здесь у меня чашки. Здесь вот таким образом я храню кастрюльки матрешкой. Да. Допустим, для крышек я решила придумать вот такое решение. Вот эта вот подставка металлическая, она вообще вот в микроволновке. Мы ее не используем. Я думаю, под крышки ее приспособлю. Ну, и здесь, конечно, основное. Потому что так как здесь у меня поверхность, на которой я готовлю, да, я здесь стою, поэтому мне удобно, чтобы именно здесь все было под рукой. Сейчас те, кто любит порядок, просто обязаны поставить лайк. Вот просто обязаны. Мне кажется, здесь все супер. Оль, скажи мне, знаешь что, Оль, ты профессиональный организатор хранения? Нет, Оль. Просто ты маньяк. Я только учусь. Скажи честно. Да, я учусь, я кайфую от этого процесса, но я хочу, конечно, апгрейдить себя, пойду учиться. Но пока я только вот любитель, любитель и все. Также здесь есть маленький выдвижной ящик, и тут я уже храню все ложки, вилки, поварешки, лотки из Леруа Мерлен. Я вообще очень люблю Леруа Мерлен, потому что там хорошие решения за адекватные деньги. Отлично. Прям как слоган. Точно. Давай про столешницу и про доски, потому что очень красиво смотрится, и так, уютненько, и наверняка ты знаешь какой-нибудь секретик, где подешевле их взять. Да, доски, доски, это однозначно моя гордость. И, кстати, кто-то из моих подписчиков, ой, Оля, это, наверное, у вас комплект ящик и доски. Нет, ящик это H&M Home, а доски, вот, допустим, вот эта большая доска, и которая подлиннее. Это мне ребята отправили в подарок. Профиль в Инстаграм Мистер Доска. У них совершенно недорогие доски, и ребята делают их с душой. Они большие молодцы, молодые ребята, у них свой бизнес. В общем, вот такую красоту они делают. А вот эта, например, доска, это мой папа сделал. Крутое совпадение, что они так вообще по цвету сочетаются, удивительно. Ну, потому что материал изготовления один, это ясень. Ясень и дуб. Отлично. Да. Мельничка, это икеа. Да. Идем до столешницы добрались. Столешница, это искусственный камень. Просто мне очень много задают вопросов по поводу этой столешницы. И это вот действительно то, на что нужно потратиться. Это я убедилась в этом на все 100%. Получается, этой столешнице уже более 8 лет, и она почти в идеальном состоянии. Здесь, конечно, есть какие-то мелкие недочеты. Тут небольшой вот есть маленький скол. И то, он совершенно не бросается в глаза. Потому что здесь такие вот есть такие вкрапления, и она настолько неприхотлива в уборке, и смотрится очень хорошо. То есть, ни в коем случае никогда не дешевит общий вид кухни. Поэтому вот столешницу рекомендую. Что касается фартука, просто тоже задают очень много мне вопросов. Всем советую, рекомендую такое решение фартука. Объясню почему. Это обычная плитка. Да. Мозаика здесь. Здесь, да, конечно, это будет подороже. Обойдется вам ремонт, да. Но если покупать квартиру все-таки на долгосрочную перспективу, это того стоит. На этом фартуке ничего не видно. Он легок просто в уборке. И он действительно красиво смотрится дорого на кухне. То есть, на этот фартук всегда все обращают внимание. Он потому что такой у нас интересный и акцентный. И никак не проблематичен в уборке. Потому что на нем ничего не видно. А насчет цвета венги, как он тебе кстати в уходе? Ой, тяжело. Правда тяжело. Каждая пылинка, каждая соринка, любой отпечаток пальца. Все это видно. Очень даже хорошо. Поэтому утром, когда у нас встает солнце, если я фасады не протерла, все будут все видеть, какая тут пыль. Так, еще я у тебя обратила внимание на эту интересную штучку. Да, удобный вообще, удобный аксессуар для кухни. Это Икеа. И овощи помыть, и фрукты помыть, и посуду помыть, поставить, чтобы, ну как такая мини-сушка. А вот это баночка, такая симпатичная, откуда? Да, баночку я сама сделала. Это обычный джутовый канат, приклеенный на клеевой пистолет, на стеклянную банку. Щетки я заказывала с Алиэкспресс. Прикольные щетки, я таких даже не видела. Очень стоят демократично. Просто обалденные для уборки и как аксессуар. Ну, кстати, многим такие щетки не нравятся. У кого-то такие ассоциации, знаете какие? Что-то такое с советским, не для раковины, а для другого не стало. Кто-то мне об этом писал. Ну, не знаю, мне нравится. Иногда муж может что-то сделать своими руками, именно помыть посуду, за счет того, что есть вот такие щетки. Не нужно прикасаться к губкам, к тряпкам, потому что... Многие этого не любят. Многие этого не любят, а вот такое решение отлично. Так, у нас осталось два ящичка и верхние. Так, здесь у меня организовано хранение, ну, обычное, стандартное мусор. Раньше у нас была здесь крупногабаритная очистка воды. Мы, наконец-таки, от нее избавились. И просто ведро. Вообще не работало на нас. Вкус воды совершенно не нравился. И плохая была фильтрация. Мы заказываем давно воду бутилированную. Нам нравится, главное, вкус воды, поэтому мы решили от нее отказаться. Так, это у нас посудомойка. Все было бы замечательно и прекрасно, но не хватает загрузки. Сделали бы побольше. Верхние шкафчики. Так, здесь я организовала хранение самых таких часто используемых сыпучих. Одинаковые использую органайзеры, потому что это красиво, неляписто. Не люблю заводские упаковки. Стаканы, соль, сахар. И дальше у нас там чай, кофе. То, что также используется на постоянной среде. И в больших банках тоже чай, кофе? Да, чай, кофе. Да, поняла. Муж у меня любит чай, я кофе, поэтому... Да, отлично. Ну и здесь стандартный ящик. Храним посуду. Ничего. Ничего не могу сказать про это. Ну, стандартно все. Ну и мы отдельно сделали вот этот вот рейлинг. Да. Купили в Икеа. Почему? Потому что открыть нужно было отверстие. В общем, я здесь охраню вот, ну, фейка и белые полотенчики, которые использую постоянно в уборке. Этот отсек глухой. Плюс ко всему, если, допустим, открыть вот этот вот шкафчик, и полки, они не идут до конца стены. Наверное, хозяйка подумала, что будет достаточно проблематично, да, туда глубоко, да, залазить, что-то брать. Но сейчас, на самом деле, много решений, как можно, что сделать, чтобы, допустим, что-то достать из глубины. Допустим, вот такие вот выдвижные, да, там вот есть решения. И здесь можно сделать так, чтобы открывалось. В общем, вот здесь обычно пустое пространство, если вот туда заглянуть. Давай заглянем сюда. Давай. Просто вот я заглянула первый раз и прямо удивилась, какой порядок, какая красота. Это все для уборки. Да, это все для уборки. Почему именно таким образом я решила организовать этот шкаф? Вся химия сверху, потому что маленький ребенок. И аптечка у меня сверху, ну, как бы в другое место у меня не получается куда-то спрятать все аптечные средства. Так получается, что у нас их много. Мы те люди, которые не проверяют, что у них есть в наличии, а сразу бегут в аптеку и покупают. Все копится. Потом Оля все организовывает. Поэтому сверху, потому что маленький ребенок. И в глубине у меня в ящике, в деревянном, хранятся запасы банок, закруток. По поводу деревянных ящиков. Я покупаю в Леруа Мерлен. Стоит очень демократично. Большой ящик стоил в пределах 400 рублей. Маленькие ящики вот здесь. Можно сразу заглянуть и посмотреть. Допустим, вот в этом шкафу я маленькие ящички вот такие вот приспособила. Они стоят в пределах 250 рублей. Я храню там картошку, морковку. И у нас дальше там идут также запасы различных. Назван биопокалипсис. А вот это вот откуда взять? Икеа. Это Икеа. Класс, мне нравится. Да, вот так вот. Ну, а вообще он нужен или можно было поставить такой же просто на землю? То есть это же просто удорожает конструкцию. А вообще нужно это? Ты знаешь, Оля, я не могу сказать, что это вот прям какая-то есть в этом острая необходимость. Просто мне хочется, чтобы было покрасивее. Ну, я думала, может быть, мне это как-то будет удобнее. Но на самом деле суперудобно от этого ничего не стало. Ну, вот так вот. Красиво. Красиво. Красиво, необычно. Да, необычно. Ну, и сверху я на полке полностью разместила всю бытовую технику, которую я использую. Соответственно, то, что использую редко в глубине, то, что часто поближе. Так как кухня здесь уже была полностью спроектирована, и духовой шкаф можно было только сюда разместить, потому что мы не хотели ничего менять. И так получается, что в угол выгонять духовой шкаф не стоит. Потому что, когда ты, допустим, его открываешь, ты там что-то приготовил, тебе нужно помыть, и ты можешь подлезть только вот с этой стороны, вот туда в глубину, и что-то помыть. А, потому что тут нельзя дойти. А уже с этой стороны все уже сложновато, особенно когда ты небольшого роста, то не очень удобно. Очень крутой совет, спасибо. Поэтому лучше духовой шкаф в угол не сгонять. Ну, и, наверное, третий минус. Если бы, наверное, я полностью делала кухню, то делала бы до потолка шкафы. Значит, здесь, что я тут храню? Сверху у меня хранятся такие вещи в контейнерах, которые я использую, но не так часто. Например, там термосы, бокалы. А вот бокалы хранятся в контейнере? Да, почему я так и сделала? Ну, в нашей семье бокалы не так часто используются, редко там по праздникам, ну, или когда там к нам кто-то придет в гости. Если бы я бокалы поставила вот на полочку, то сверху я бы уже ничего не могла поставить. Плюс ко всему, если туда полезешь, бокал можно всегда разбить. А когда эти бокалы хранятся вот в какой-то емкости, ты просто достаешь емкость, достаешь эти бокалы, да, и все. И сверху можно, ну, получается, у тебя полностью вся высота полки задействована. Отлично. Это удобно. Супер. Так, ну и здесь я храню все виды масел. И вот хочу сказать отдельно про вращающиеся подносы из Икея. Они реально очень крутые. Вот их можно использовать как для организации, так и для каких-то застольев. Это действительно, это и красиво, это удобно. Все под рукой, все видно. Вот так вот идешься закупаться, ага, у меня нет масла растительного, у меня нет какого-то соуса. Прям отличное решение, всем советую, с учетом того, что они вообще недорогие. Сколько стоят? Они стоят, знаешь, 799, когда можно и за 699 купить эти вращающиеся подносы. Обалденное решение. Здесь? Да. Я организовала хранение специй. Вот это просто идеальный ящичек, небольшой, для того, чтобы организовать специи. Вот такая организация пространства работает исключительно на себя. Раз в месяц, естественно, я тут небольшой порядочек навожу, потому что специи активно пользуюсь, что-то просыпается. Я провожу тут инвентаризацию, что у меня здесь, допустим, по сроку службы уже вышло. И, естественно, сразу выбрасываю. И все на виду. То есть я все вижу. Откуда контейнеры вот эти? Это Ашан. Эти баночки стандартные Икеа. Эти банки можно приобрести в любом, мне кажется, магазине. По-моему, в Голобусе я их покупала. Ой, вообще просто шикарно. Ящичек с отсеками, мне нравится, что в нем есть возможность сделать отсеки, да? И ты их закрепила, круто. Ну и здесь, внизу, я решила организовать хранение запасы. Здесь у меня каких-то круп. У нас много запасов. Это баночки Икеа. А ты помнишь, что в ней, например? Конечно, помню. Есть также баночки прозрачные. Да. Да, где тут, в принципе, все хорошо видно. Ну и чуть повыше у нас здесь хлеб, сладости какие-то хранятся. Все на виду. Главное, чтобы муж все видел и не задавал вопросы, где что лежит. Он уже привык и все видит, все хорошо. Оль, спасибо большое. Очень интересно. Давай совет по организации. Самое главное, нужно расхламляться. Вот что-то купили новое, что-то выкинули. Без расхламления не получится все-таки той организации, которой бы вам хотелось. Потому что вещи имеют такое свойство копиться и захламлять все. Спасибо. Надеюсь, вам понравилось это видео. У меня впереди для вас вторая часть этой квартиры. Будет не менее интересно и не менее полезно. Переходите пока что на канал Оли. Вы можете посмотреть там видео об организации. И, конечно же, ставьте колокольчик для того, чтобы не пропустить новые ролики. До скорых встреч. Пока-пока.